Ежедневно сюда поступает до 80 тысяч метров кубических воды. В период дождей еще больше. Станции очищают сточные воды Бреста, а функционируют уже полвека. За это время, конечно, изменилось многое. Концентрация загрязнений стали другими и требования к окружающей среде. Город вырос в разы. Конструкции сооружений, их техническое оснащение давно износились. Реконструкция, которая длилась на протяжении почти трех лет, позволила модернизировать всю технологическую цепочку. В 2017 году началась масштабная реконструкция, в ходе которой была построена новая приемная камера, здание решеток с полной заменой оборудования. Были накрыты первичные отстойники, чего раньше не было. Произведена замена оборудования в насосных станциях. Построен еще один дополнительно аэротэнк пятой очереди и два вторичных отстойника. Здесь собирается весь поток бытовых отходов в Брест. Там далее механическая очистка. Благодаря специальным решеткам мусор проходит через фильтр. Вода попадает в песколовку. Там удаляется песок. После накопившийся осадок. Вода насыщается кислородом. В аэротэнках их, к слову, восемь. А чтобы и весь этот процесс проходил без сбоев, на станции работает диспетчерская. Все оборудование, которое установлено на очистных сооружениях, схематически отображено на больших экранах мониторов. То есть следить за режимом работы станции можно, не выходя из рабочего кабинета. Если учесть, что наши очистные были построены в 1969 году, и последнее обновление или реконструкция было в 80-х годах, город растет, новые производства у нас появляются в городе, поэтому потребовалась и реконструкция наших очистных сооружений. И в связи с тем, что за вот этот большой промежуток времени было и новые технологии, новые оборудования, старое уже износилось, в связи с этим пришлось нам реконструировать вот эти все очистные сооружения. В рамках реконструкции вся строительная деятельность завершена. Сегодня активно ведутся пусконаладочные работы. Но сотрудники Брестводоканала говорят, что для полного обновления станции уйдет еще около двух лет. Но одна из главных целей, пожалуй, уже выполнена. Неприятный запах в Бресте ощущается все меньше. Первичные отстойники накрыты. Вы сами можете посмотреть, что, соответственно, уменьшает запах, который идет в город. И в то же время еще, как говорится, не до конца мы избавились от него, поэтому есть к чему стремиться. Делаем все возможное, чтобы вообще этого запаха у нас в городе практически нет. Еще у нас есть дополнительные планы по технологии очистки сточных вод, поэтому у нас еще есть задумки, поэтому где-то год, два года у нас еще есть впереди. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.